В начале июля отмечается день борьбы с аллергией. Сегодня мы пригласили в нашу студию врача-аллерголога Видновской районной клинической больницы Наталью Шевчук. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Ну, наверное, самый главный вопрос – это причины возникновения аллергии у людей. Ну, дело в том, что основная причина – это генетически запрограммированные заболевания. И, соответственно, мы видим, что в настоящее время колоссально растет количество аллергических заболеваний. В частности, это связано не только с экологией, но и с прошедшей пандемией коронавирусной инфекции. Поэтому данная тема, она становится с каждым днем все более актуальной. Как у детей, так и у взрослых. Вы упомянули как раз коронавирусную инфекцию. Правильно я понимаю, что существуют и какие-то приобретенные случаи? Или нет? Дело в том, что сама коронавирусная инфекция, она повлияла, в общем, на организм человека. Как на сосуды, вызывая воскулиты. И тем самым мы видели поражение легких, головного мозга и других органов. Так и повлияло на тимус. Наш один из основных органов, который обучает наши иммунные клетки реагировать на разные чужеродные агенты. Будь то аллергены, онкологические клетки или свои собственные. Какие существуют современные методы диагностики и лечения этого недуга? Дело в том, что основное в аллергологии – это правильный сбор анамнеза. Потому что не всегда лабораторно мы можем подтвердить в точности, на что у человека аллергия. Поэтому, конечно, мы должны сопоставлять поступление в организм аллергена и, соответственно, проявление аллергической реакции. Ну и насколько, скажем так, это направление сейчас переживает развитие, в том числе и техническое? На самом деле иммунология – это, в частности, аллергология, как одна из частей иммунологии. Это основная сейчас направляющая в научной деятельности, в медицине. Потому что настолько много нового открывается сейчас в последнее время. В частности, молекулярные иммунологии, новые методы лечения иммунологических, аллергических заболеваний. Поэтому перспектив и дальнейших открытий очень много. Ну, наверное, такой заключительный вопрос будет. Насколько сейчас у людей велика вероятность при наличии каких-то, может быть, даже тяжелых форм аллергии вести нормальный, полноценный образ жизни? Я все равно считаю, что все зависит от человека. Если он будет соблюдать определенные правила и определенный образ жизни, то качество жизни будет гораздо лучше. Потому что мы очень часто встречаемся с тем, что люди, добиваясь хорошей ремиссии, начинают нарушать в том числе диету, быт. И перестают принимать препараты. Потому что сейчас очень часто сталкиваюсь даже вот с ведением детей, взрослых с бронхиальной астмой. Дальнейший отказ от базисной, от постоянной терапии микродоз, маленьких доз гормонов, которые позволяют им вести полноценный образ жизни. Хотя стереотип у родителей в том числе, что если мы используем длительно препараты ингаляционные, это равно приговор, как бронхиальная астма. На самом деле мы это профилактируем, это заболевание. И тем самым позволяем выйти пациентам в длительную ремиссию. Потому что у нас есть протокол ведения пациентов с бронхиальной астмой, джина, который обновляется каждый год. Мы читаем даже без перевода новые издания джины. И, соответственно, весь мир говорит о том, что необходимо базисная терапия бронхиальной астмы, что позволяет выйти в стойкую ремиссию пациентам. Ну, я надеюсь, что наша встреча и та информация, которую вы нам рассказали, она поможет людям еще раз пристально взглянуть на состояние своего здоровья и понять, что игнорировать, наверное, в том числе и советы у врачей, не стоит ни в коем случае. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Спасибо. А я напомню, что мы беседовали с врачом-аллергологом Видновской районной клинической больницы Натальей Шевчук. К другим новостям. Редактор субтитров А.Семкин